Вот пример Якуб Галей Силен, отец Юсуфа, но там же историю, знаешь, да, там же Юсуфа же родные братья предали, и через много-много-много лет, когда все это тайно стало явным, то вот эти братья попросили прощения у Юсуфа попросили, Юсуф, что интересно, простил их, а отец Якуб, когда они попросили прощения, он сказал такую вещь, я говорю, когда-нибудь вас прощу. У меня тоже такое же. Я простил, но еще не до конца, как сказать, в сердце. Да, да, то есть, вот смотри, процесс прощения, он не бывает как вот шелк, да, до этого была обида, и тут вот прощал. Нет, там тоже душе нужен тоже, то есть, прощение это процесс, для которого нужно время, это как строительство дома, там, например, да, ты же дом же не так строишь, шелк, и дом стоит. Нет. Вот, прощение тоже так же. Но, там есть важный момент, смотри, разница между, я тебя никогда не прощу, и между, я тебя когда-нибудь прощу. Понимаешь? Есть разница? Вот, то есть, прощение уже началось, то есть, процесс начался, потому что, если бы не начался, он бы так и сказал, что я тебя... Да, я тебя никогда не прощу. Да. Есть же разница? Вот, вот эта разница и есть, что процесс начался, то есть, когда-нибудь я тебя прощу, процесс я, как бы, процесс запустил, да, когда-нибудь это приведет к тому, что, может быть, может быть, даже, ты этого человека поймешь, почему он так поступал. Да, и еще есть некоторые вопросы, есть, которые, есть люди, которые не понимают, они сделают дыра, чтобы у тебя, как сказать, не хорошо было, ты осознал, а наоборот, чтобы плохо было, кто-то болел, вот, люди не понимают то, что они себе вредят. Да, это дыра, то есть, дыра с желанием плохого, вот, там тоже есть такой интересный момент, если один человек нарушил право другого, то тот, чьи права нарушены, это называется назлум, подверженный несправедливости. Так вот, есть правило, вот, дуга-мазлум, да, оно не отвергается, даже если он не мусульманин. То есть, если мусульманин нарушил права не мусульманина, и этот не мусульманин попросит у Аллаха наказание этому мусульманину, то Аллах этому мусульманину может наказать. Но, вот этот дуга можно применить, вот это вот правило можно применить с пользой. С какой пользой? Смотри, если мои права нарушены, да, и я попрошу у Аллаха наказание другому человеку, Аллах его накажет. Но я от этого никакой пользы не получу Понимаешь? Никакой пользы от этого не будет А как же применить это? У тебя есть ресурс, дуга, который не отвергается И как этот ресурс применить с пользой? Это попросить Аллаха, чтобы тот признал свою ошибку Понимаешь? В этом случае, когда он признает эту ошибку Он же, если он нарушил мои моральные права То он просит у меня прощения Если он нарушил мои материальные права То он возвращает мне И так далее Понимаешь? То есть оно связано уже со мной А если тот человек, кто дуга это делает Тоже нарушил права его Но он призывает Аллаха, чтобы того человека наказали Он просто свои действия Он слышит себя только Он не осознает Ну, тогда этот человек просто-таки-напросто-таки запутался Да Есть люди А если другой человек еще Его прощает за все И говорит то, чтобы его на истинный путь наставил Аллах То, что Дага делает Да, да, я об этом и говорю Чтобы Аллах дал этому человеку И этому человеку Другой человек Этому просит, чтобы он наставил Чтобы Аллах на истинный путь этого человека Смотри, вот пример пророка Саусеяна Когда он пошел в Тайф В Тайфе И когда его там откидали камнями То пришел ангел и сказал Одно говорит, твоё слово Я, говорит, их захлопну между двумя горами Правда Саусеяна Он даже сказал Он не сказал, что эти люди, может быть, станут мусульманами Он не так сказал Он сказал, может быть, их дети станут мусульманами Да, я и знаю, почему у этого человека Происходят такие вещи Как сказать У него все идет с детства Он должен это признать Потому что с детства обиды Не знаю Есть важный момент И надо, как сказать Хоть бы кто-нибудь мусульманин или не мусульманин Не надо его, как сказать Плохой ему желать Наоборот, ему надо на истинный путь наставлять Желать, пожелать, чтобы он понял Потому что это возвращается к тебе же Это мы привыкли вот такую четкую границу делать Мусульманин, не мусульманин На самом деле, эта граница довольно-таки такая зыбкая Потому что Аллах мусульманина может сбить с пути прямого Или не мусульманина наставить на путь истинный И это такой процесс, который не под нашим контролем Мы не можем проконтролировать этот процесс Только Аллах это контролирует Поэтому это такая вещь Что даже когда мы рассуждаем О, там вот этот творит такое Он будет гореть в аду Не надо решать за Аллаха Откуда ты знаешь Аллах может простить его грехи И он еще раньше тебя войдет в рай И не есть факт, что ты, будучи праведником Рассуждая о других людей таким образом То есть, вот я же говорил, что иногда даже какие-то религиозные аргументы Религиозные аргументы могут быть причиной возвышения над другими То есть, там человек говорит, я намаз читаю, а этот какой-то как рапоган Вот такое отношение То есть, все уже гордыня появилось А гордыня это один из таких Могу сказать то, что у людей, у которых даже не религия У них бывает иман крепче, кто в религии Они это, они не могут сказать, но у них фитры есть Они, как сказать, своими поступками, своими, как сказать, словами, пониманием своим Они сильнее бывают Ученые говорят, что, например, у кафера уже у него есть фитры Иногда может быть так, что мусульмане Но у него фитры сбиты То есть, он мусульманин, у него фитры есть Но она как бы обросла вот этими недугами сердца Причем, хотя он является мусульманин То есть, он сказал шахат, он читает намаз и так далее Приходила масса с такими причинами сталкиваться Как ёжик Да, шипами, а просто Надо, как мусульманин, чтобы он был позитив Излагал Ну, по примеру мусульманин Смотрят другие люди тоже Это пример Что это, вид? И надо друг друга прощать всегда? Надо-то надо Ну, хотя бы Ну, полностью сразу не получится Но надо хотя бы сказать вот так Это со временем, со временем проходит Потому что Как мы можем человека не простить Если Аллах у нас за наши грехи прощает Мы кто такие, чтобы не простить? Более того Вот Если, например, меня кто-то обидел Того человека, который меня обидел Кто мне отправил? Аллах Поэтому обижаться на этого человека Это все равно, что обижаться на Аллаха Он же создал мою реальность Опять возвращаемся к тому моменту Что по причине нас самих И поэтому вот Есть же хадис о том Что Аллах прощает тех Кто сам прощает Поэтому Если мы говорим Что обижаться на кого-то Это обижаться на Аллаха То Прощая этого человека Прощайте себя Аллаха Страшно об этом Даже говорить Страшно И понятно, что страшно Да? Но интересно получается Вот обижаться на Аллаха мы можем Еще интересно А проговорить, что мы его прощаем Мы не можем Нам страшно Еще немного я понял по-другому Еще одну вещь Если мы других людей прощаем И мы Это получается Чтобы Аллах тоже нас Так же простил Как других Аллах прощает тех Кто сам прощает Это принцип И когда ты человека Не прощаешь У тебя все В сердце Это не идук сердца Скамливое Все И Кому ты этим можешь навредить? Самому себе Так Самому себе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому